Альгман Альгман, пожалуйста, от кого вы получили доверенность? Ну, то есть, лично, из рук кого? Лично я получил доверенность по почте. Транзакция была сделана не прямым договором покупки, это наше, как бы, отношение с господином Гоголовским. У нас с ним зачастую определенные финансовые отношения по нашим другим бизнесам, да. Между мною и Альгман никаких договоренностей по поводу TVI никогда не было. Мне совершенно достоверно, известно было, что канал просто готовится к продаже. Канал готовился к продаже, он чистился. Кому вы можете сами догадываться, были определенные шаги для этого сделаны. Он чистился, он подготовился для продажи. Были сделаны определенные шаги. Я канал не продавал, продавать не собирался. Переговоров таких не вел. По поводу того, что мы не были с ним бизнес-партнерами, вот, например, один из протоколов разделения прибыли. Здесь делилась сумма в 2009 году, две суммы по 328 тысяч долларов делилась. Там же принимал участие господин Гусевский, который тоже является акционером. Была какая-то компания мелкая, где был один российский инвестор в Петербурге, живущий, который занимался этим бизнесом и владел 50% этого бизнеса. И пригласили они меня, а также Альтмана и Гусинского 100 лет назад в эту компанию. Вот я к этой ерунде, честно говоря, всерьез не относился, денег она не принесла. Альманн, кстати, там денег по поводу того тоже не вкладывал. Но, как вам сказать, когда я посмотрел, что там, 200-300 тысяч какие-то, ну, как вам сказать, много с кем имеешь отношения, ну, это контакт, ну, не мой уровень. Поэтому всерьез с Альтманом я бизнес-откак отношений, так как партнеры, там, то всего, да, я с ним отношений не имел. Я не привлекал господин Гусевского, не надо задавать провокационные вопросы, он не имеет никакого отношения к восстановлению канала. И не будет иметь. Для меня некоторым, конечно, сюрпризом выглядела роль Николая Книжинского. В каком-то смысле я виноват перед Арсением Петровичем Ельциняком, поскольку я Книжинского им рекомендовал как порядочного человека. В каком-то смысле я их подставил, и что мне, конечно, очень обидно. Господин Коголовский давил на журналистов, чтобы они сделали репортажи, очень отрицательные репортажи о господине Хорошковской. И при этом он их не разрешал выпускать, подождите, при этом он их не разрешал выпускать в эфир. Значит, я с Хорошковским в жизни не встречался никогда. Раз, переговоров никаких по нему не вел. В силу ряда причин, вернее, не ряда причин, а вам известно, что Хорошковский сыграл большую роль в том, что удивяясь, во время отобрали эфирные лицензии. В силу этого я к нему симпатии не испытывал. Что касается заказных сюжетов, я никого заказных сюжетов делать не заставлял. Николай Милевич во время с большим удовольствием и активностью этим сам занимался. Я с интересом смотрел, особенно юморные мне нравились, там я забыл, как эти там у нас назывались. Веселый Песец. Веселый Песец. И еще были с Пионерским Галсом. Тоже там что-то. Причем, короче говоря, я с большим удовольствием смотрел. Заказных я бы их не назвал, потому что я обычно их смотрел после того, когда они вышли. Но с удовольствием, правда. Я не знаю, сколько дал Корошковский, и вообще давал нам что-то. Давай, не ловите меня, пожалуйста. Я категорически не хочу, чтобы на канале была цензура. Я думаю, что действия какие-либо, которые вам не нравятся, Артема Шевченко, которого я знаю как честнейшего журналиста, они, может быть, продиктованы какой-то острой необходимостью, от которой в данный момент зависела жизнеспособная деятельность будущего канала, понимаете. Он принимал решение уже как менеджер, а не как журналист. Николай Ильич узнал о том, что его могут взять народные избранники, значит, то он мне различного рода советовать давал и говорил, что надо назначить Артема Шевченко как водителя канала. Я на тот момент, честно говоря, об Артеме Шевченко был хорошим мнением. Я и сейчас считаю, что он в профессиональном отношении хороший журналист. В человечестве оказалось не совсем. Почему вы оказались этим инвестором, который спасает канал в продаже? Очень хотелось, потому что я считаю, что канал очень хорошего надо спасать. Посмотрите хоть на меня немножко. Я надеюсь, я получу по почте скоро доверенность. Доверенность придет курьерской почтой. Ну, вы меня все знаете, в отличие от других инвесторов. Я человек известный. Мне есть что рассказать о себе. Домчество. Три тюремные ходки. Массу международных наград на международных фестивалях документального кино. То есть я-то в телевидении разбираюсь. И более того, что касается инвестиций, я разбираюсь, потому что я по образованию банки. Моя специализация – международные финансы. И я первый в Беларуси написал дипломную работу об офшорном бизнесе. То есть я полностью готов стать и инвестором, и владельцем любого телеканала. Спасибо. Если у вас есть вопросы, все равно я на них не отвечу. Если у вас... Микрофон. Что есть? Если у вас 100 гривен, чтобы купить ТВА. Я прямо сейчас готов заплатить 200.